Мистико встречается не только в темных подвалах, жутких заброшенных домах, страшных замках и древних кладбищах. Порой в жизни происходят такие ситуации, что невозможно представить, как это могло произойти без вмешательства потусторонних сил. Меня зовут Александр Кошкин. Сегодня я расскажу вам про страшные случаи, которые своими трагическими событиями очень схожи с событиями всемирно известной трагедии, случившейся на перевале Дятлова. А перед этим попрошу вас подписаться на мой канал, поставить лайк и написать любой комментарий. А также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Ссылки на него в описании под этим видео, а также в закрепленном комментарии. А я начинаю. 1993 год. Это событие называют Бурятский перевал Дятлова. Как погибла группа Людмилы Коровиной. Вокруг этого места ходят легенды, количество и мистицизм которых зашкаливает. Рассказывают о снежном человеке, разгуливающем в местных лесах, и анапланетных, и непонятного происхождения огненных шарах в небе. Кажется, что чем больше легенд и домыслов, тем труднее понять, что же произошло в этих местах туристической группой Людмилы Коровиной. В августе 1993 года их было семеро. Шесть молодых ребят и опытный руководитель отряда. А в живых осталась только одна девушка, которая до сих пор не желает комментировать произошедшее и вспоминать те ужасные события. В разговорах об этой истории часто мелькают аналогии с более известным случаем гибели группы Игоря Дятлова. В 1959 году на Уральском склоне. И если про трагедию на перевале Дятлова благодаря прессе и телевидению известно очень многое, то в гибели туристов на перевале Хамар-Дабан в Южном Прибайкалье до сих пор остается немало белых пятен. Есть официальная причина гибели, которая расходится с показаниями единственной выжившей девушки, рассказавшей немало жутких подробностей о смерти участников похода. Теперь уже более-менее восстановлена хронология той трагедии. Ее и будем придерживаться в рассказе о гибели группы Людмилы Коровиной. Смертельный привал. Участвовала в них группа Людмилы Коровиной. 41-летний рулевой Петропавловского клуба «Азимут». На счету опытные туристки были походы в Тянь-Шань, западные Саяны, северный Урал, горную Ушорию. Несложным должен был быть и очередной маршрут в Прибайкалье, в районах ректа Хамар-Дабан. В группе не было новичков, только опытные, несмотря на молодость, ребята от 17 до 20 лет. Группа отправилась в поход от станции Мурина 2 августа 1993 года. Маршрут был заявлен третьей категорией сложности. Всего существует 6 категорий. Шестая – самая сложная. Уже с самого начала туристы столкнулись с непогодой, постоянно лил дождь и дул сильный ветер. Но, несмотря на это, группа довольно споро двигалась по намеченному маршруту. И за три дня успела проделать 70 километров из заявленных 230. Конечная точка маршрута – река Слюдянка. Промежуточная точка – перевал Хамар-Дабан. 4 августа после изнурительного перехода группа устроила привал. Вот тут-то и начинаются странности. Стоянка была организована в ущелье между двумя не очень высокими горами на абсолютно голой земле. Среди камней и скал. И это не поддается объяснению. Ведь в 400 метрах ниже начиналась полоса леса, а в 30 минутах ходьбы выше по склону была специально оборудованная горная площадка с запасом продуктов. Почему Людмила Коровина решила поставить палатки посредине каменистой поверхности – непонятно. Все время дул сильный ветер, и временами шел дождь. Ребята промокли и очень сильно устали. Ночевка под деревьем позволила им развести хотя бы костер и укрыться от дождя. Но что есть, то есть. Закрепив две палатки, туристы заночевали в них. Без костра. На оголтелом ветру. Перекусив лишь скупым сухим пайком. В ночь с 4 на 5 августа разыгрался настоящий ураган. Гремела гроза. А ветер был такой силы, что валил деревья. За ночь ребятам приходилось несколько раз выскакивать и закреплять вырванные коле крепления палаток. Утром 5 августа ветер немного стив, но шел непрекращающийся дождь. В 11 часов утра самому крепкому из группы Александру Крысину внезапно стало плохо. Из ушей и носа пошла кровь. Он упал и не мог подняться. Людмила Коровина велела ребятам спуститься на 400 метров ниже кромки леса и ждать ее там. Сама же она осталась с Александром, которого сотрясали судороги. Старшим был назначен Денис Швачкин. Безумие. А дальше началось что-то непонятное. Не пройдя и 100 метров, вдруг внезапно на землю упали две девушки. Таня Филипенко и Залесова Вика. Валя Уточенко, единственная выжившая, и Денис бросились к ним. Но Таня вдруг внезапно вскочила на ноги, отбежала и стала биться головой о камни. Тимур Бапанов скинул рюкзак и убежал куда-то за камни. Ребята вставали на ноги, снова падали и катались по земле. Вид у них был совершенно безумный. Валентина осталась вдвоем с Денисом. Тот предлагает, хватаем самое необходимое из рюкзаков и бежим скорее вниз. Валентина нагнулась к рюкзаку, чтобы вытащить из него спальник, а когда подняла голову, то увидела лежащего на земле Дениса, схватившегося за горло. Девушка, не разбирая пути, бросилась вниз. Ночью она провела под камнем на краю лесной зоны. А когда наутро поднялась обратно, все ребята уже были мертвы. В живых оставались лишь Людмила Коровина, которая лежала, обняв тело умершего Александра Крысина. И не в силах была даже говорить. Она смогла показать Валентине направление, в котором надо двигаться. И отключилась. Девушка закрыла ребятам глаза, собрала вещи, нашла компас и пошла. Ее случайно обнаружили лишь 9 августа сплавляющиеся по реке туристы. Накормив и дав антибиотики, они забрали с собой обессилевшую девушку. 18 августа туристы прибыли в Слюдянку, где сразу же сообщили о пропаже группы. Спасатели на вертолете вылетели на поиски. Но нашли ребят только 24 августа. Их тела лежали на некотором расстоянии друг от друга и уже начали разлагаться. Трое из погибших были одеты лишь в тонкое трико, а двое при этом были вовсе босиком. Проведенная экспертиза категорически заявила, что причина смерти всех шестерых – переохлаждение. В те дни, когда случилась трагедия, при низкой температуре и сильных осадках у всех пострадавших была мокрая одежда. Плюс большая физическая нагрузка и кислородное голодание. В таких условиях смерть может наступить быстро. Были случаи, когда при подобных обстоятельствах люди умирали от переохлаждения в течение двух часов. К. Югов. Начальник бюро судебно-медицинской экспертизы Бурятии. Но что же произошло на плато? Почему, замерзая, участники похода сняли с себя обувь? Почему никто не воспользовался спальником? Почему Людмила Коровина осталась около умершего парня, а не повела группу вниз? Почему выбрали для ночевки такое открытое, продуваемое всеми ветрами место? Разве на все эти вопросы смогла ответить медицинская экспертиза? Конечно, нет. Но по ее результатам не стали даже возбуждать уголовного дела. Ребят забрали родственники и похоронили на родине. Выжившая Валентина Уточенко после разговоров со следственными органами категорически не желала общаться с прессой. Даже на вопросы убитых горем родственников она отвечала односложно, пустыми глазами, словно выдавливая слова из себя. Да и сейчас на вопросы о той бурятской трагедии она отвечает коротко и ясно. Вы думаете, мне хочется вспоминать этот кошмар? Мне пришлось уехать, поменять всю жизнь. Вспоминать я это не хочу. Но официальная версия гибели группы Людмилы Коровиной вовсе не означает, что ее приняли все опытные туристы. До сих пор высказываются сомнения и строятся версии, почему все произошло именно так. Ведь Коровина была очень опытным туристом. Она уже с десяток лет до этого водила группы и скорее бы замерзла сама, чем дала бы замерзнуть ребятам. Вполне возможно она просто заблудилась и могла не знать, что выше в горах километры от этого места, где они остановились, есть специальная оборудованная площадка для ночлега. Но почему ребята вели себя так неадекватно? Катались по земле, бились головой о камни и срывали с себя одежду. Виной этому мог быть инфразвук. В это время над горами шел антициклон. Начались магнитные колебания. В движение пришли большие потоки воздуха, которые между двух вершин еще больше усилились. Эти факторы создали инфразвук и он мог подействовать на психику, вызвав у человека состояние паники и безотчетного ужаса. Ну и версия переохлаждения. Как непосредственная причина смерти остается главной. На высоте в условиях непогоды, разряженного у воздуха, организм очень быстро теряет силы. Трагедии, случившиеся с группой Людмилы Коровиной, до сих пор больше вопросов, чем ответов. Наряду с перевалом Дятлова, смерть на Хамар-да-Бани поныне остается темной страницей в истории туризма. 1973 год. В Южной Америке есть своя трагедия, схожая с перевалом Дятлова. Она тоже не разгадана. Восемь американских альпинистов прилетели в Аргентину, чтобы зайти на Аконкагуа. Она считается величайшей вершиной мира, самой высокой в южно-западном полушариях. Ее высота 6960 метров над уровнем моря. И она входит в список семи вершин, покорить которые мечтает каждый альпинист. Это своего рода показатель высокой квалификации и опыта спортсмена. Обязательный пунктик в послужном списке. На этой фотографии вы можете увидеть сверху вниз Джон Купер, 35 лет, инженер НАСА, Карми Дефо, 52 года адвокат, Джим Петровски, 39 лет психиатр, Арнольд Макмиллен, 46 лет фермер, Джон Шелтон, 25 лет студент колледжа, Джанет Джонсон, 36 лет преподаватель, Билл Юбинг, 45 лет врач. На этом фото нет еще одного человека, восьмого участника экспедиции Билла Зеллера, 45 лет офицер полиции. Это были не профессиональные альпинисты, скорее любители. Любопытно, что самой опытной из них была единственная женщина Джанет Джонсон. Она уже зашла на Келоманджаро, а также 14 вершин Колорадо. Остальные тоже имели за плечами какой-то опыт восхождений, но они не были командой в прямом смысле этого слова. Были лишь слегка знакомы через своего руководителя клуба к армии Дефо. Некоторых, как, например, Джона Купера, инженера НАСА, настоятельно рекомендовали взять с собой в экспедицию. Он участвовал в лунной миссии, с Земли координировал действия астронавтов. И был своего рода знаменитостью, вызывая у всех неподдельный интерес. Когда журналисты местной аргентинской газеты Лос-Андес встретились и поговорили с будущими восходителями, то у репортера Рафаэля Морана возникло предчувствие, что не все из них вернутся. Он попросил своего фотографа отснять подробнее каждого участника. Несмотря на то, что Акон Кагуэ считается сравнительно несложной по технике, но природные условия разреженного воздуха, сильных ветров и низкой температуры, доходящей до минус 50 градусов, делают свое дело. И смерти на восхождении нередки. Кладбище у подножия вершины растет каждый год. Но эта история отличается тем, что два участника не погибли в результате непогоды или несчастного случая, а, судя по всему, были убиты. Выяснилось это только спустя два года, после неудачного восхождения, когда тела удалось обнаружить и исследовать судмедэкспертом. И так альпинисты планировали сделать три лагеря. Так получилось, что в первом базовом из-за недомогания остался руководитель экспедиции Дефо и врач Юбанг. Они были старше остальных, и горная болезнь сразу их сразила. Когда уже был готов третий лагерь, неожиданно плохо себя стал чувствовать Петровский. У него явно развивался отек мозга. Его следовало срочно спустить вниз. Проводником экспедиции был опытный горный гид Мигель Альфонсо. Он пять раз был на вершине Акункагуэ, в том числе заходил и по самому сложному маршруту, и, вероятно, был бы весьма полезен на высоте. Но вынужден был вернуться в базовый лагерь, сопровождая Петровский. Там же остался и студент Шелтон, но он один говорил по-испански и выступал своего рода переводчиком. В итоге на вершину отправились четверо альпинистов. Джанет Джонсон, Джон Купер, тот самый из НАСА, офицер полиции Билл Зиллер, большой специалист по отпечаткам пальцев, и его знакомый фермер Арнольд Макмиллен. Они особо не торопились, шли медленно, делали фотографии. Когда до вершины осталось буквально полкилометра, начало смеркаться, и компания была вынуждена устроить снегу пещеру, чтобы заночевать. Передвигаться в темноте невозможно. Впрочем, заснуть было очень сложно. Они вышли налегке, не взяв с собой спальники, и ночью сильно продрогли. Настолько, что Джон Купер решил, что испытаний для него достаточно, и когда расцвело, объявил, что спускается вниз. Всем показалось, что это весьма здравая мысль, и никто его не удерживал, но и сопровождать было некому. Наверх пошли втроем. Зиллер, Макмиллен и Джанет Джонсон уставшие, они двигались медленно. Тем более, сильно мешал глубокий снег. И вот, когда до вершины было рукой подать, она уже была видна, мужчины заметили, что Джонсон пропала. Им пришлось вернуться, чтобы ее отыскать. Она лежала в 30 метрах от их следа, совершенно обессиленная, и умоляла бросить умирать ее прямо здесь. В итоге, Зиллер привязал ее к себе. И так потихоньку они начали спускаться вниз. Следующую ночь они провели на леднике в снегу, поскольку немного заблудились. Причем, Макмиллен поюже утверждал, что не видел Зиллер и Джонсон, мол, они потерялись и встретились только утром возле пещеры, вырытой им сутки назад. Там была ракетница, и они ее запустили, чтобы подать знак оставшимся в базовом лагере. Но, судя по всему, никто сигнал не увидел. Утром состояние Джанет немного улучшилось, хотя и было заметно, что она обморозила руки. Поэтому мужчины решили, что Макмиллен будет спускаться быстрее, чтобы привезти помощь из базового лагеря, а Зиллер будет спускаться с Джанет. Еще день у них ушел, чтобы дойти до третьего лагеря, где, по их предположениям, должен был их встретить Джон Купер. Однако, к ночи у мужчины уже развивалась галлюцинация. К примеру, Макмиллен воочию увидел солдат аргентинской армии, которые якобы спешат на помощь Зиллеру и Джонсону. И даже мертвого Мула и погибшего солдата, который, как ему показалось, видимо, не выдержал подъема. Уже после, анализируя свои воспоминания, Макмиллен понял, что, скорее всего, видел погибшего Купера, который сидел, обхватив голову руками, уже остывший. Добравшись до палатки, Макмиллен упал совершенно обессильный. Через два часа в лагерь пришел Зиллер. По его предположениям, Джонсон шла за ним, ожидая, когда он поставит палатку. Однако, когда мужчины очнулись утром, то Джонсона нигде не было. Зиллер был совершенно дезориентирован. Он совершенно не понимал, куда идти и что делать. К счастью, им навстречу шел горный гид Альфонса. Он и помог спуститься вниз. Мужчины рассказали, что Джонсон увезли женщины в Мулах, а Купер сидит возле дерева у мощенной дороги. Их бредовые рассказы были восприняты как результат спутанного сознания. Вскоре все газеты вышли с заголовками о пропавших американских альпинистах. Фотографии, которые предусмотрительно сделал репортер, к сожалению, пригодились. Прошло достаточно времени, чтобы понять, надежды на спасение нет никакой. Джонсон и Купер явно погибли. Однако для горного гида Мигеля Альфонса делом чести было отыскать тела пропавших альпинистов. И в канун следующего сезона на Аконкагве он организовал экспедицию. Через неделю поисков он нашел следы третьего лагеря, остатки палатки и порванный пуховый спальник. Примерно в 140 метрах от этого места лежало в снегу тело Купера на пологом склоне. Как позже сделает вывод суд Медэксперт, смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы. А кроме того, у него был пробит, вероятно, ледорубом живот. Все это было весьма удивительно, потому что сорваться там попросту было негде. А чтобы получить такую рану, надо было со всего маху упасть на ледоруб. Пробив несколько слоев довольно плотной одежды. Рана была настолько глубокая, что вошла до позвоночника. Кстати, сам ледоруб найден не был. Тело Дженет Джонсон было найдено случайно спустя два года после трагедии, в 1975 году. Мисс Джонсон лежала на спине в яркой красной куртке, которую она носила в последний день своей жизни. Сильный холод помог сохранить тело. На правом запястье она носила часы, а на руке кольцо. В карманах куртки лежали ее очки без стекла и контейнер с пленкой. Аргентинские альпинисты, люди с огромным опытом, были встревожены обстоятельствам, при которых они нашли тело. По их словам, у Мисс Джонсон были следы трех ран на лице и голове. На ней было недостаточно одежды для той высоты, где ее нашли. Ее ноги запутались в альпинистской веревке. Земля, на которой ее нашли, была почти ровной, что позволяет предположить, что она не должна была упасть. Узлы на спасательном тросе вокруг ее талии были неумело завязаны. Веревка была слишком туго натянута на ее талии. И вновь ни обморожение и ни отек легких стали причиной смерти. А черепно-мозговая травма. Она словно была избита. На лице ее были серьезные раны. И хотя Зеллер рассказывал, что во время спуска в связке они упали и разбили очки. Это подтвердили найденные ее в кармане очки без стекла. Однако это не могло вызвать такие сильные травмы. И опять это не было похоже на то, что она сорвалась. Характер травм был иной. Но кто или что мог нанести такие повреждения? Других людей на такой высоте быть не могло. Любопытно, что сразу после трагедии, еще до того, как были обнаружены тела, в Аргентине возбудили уголовное дело по факту непредумышленной смерти. Поскольку в этом деле была масса белых пятен, сразу стали ходить самые невероятные слухи, перемешивая мистику и нездоровые подозрения. После обнаружения тел следствие было возобновлено. Причина смерти, на первый взгляд, казалась криминальной. Однако через несколько месяцев в Аргентине произошел военный переворот. Местным властям стало не до этого расследование. Оно попросту было забыто. Спустя почти 50 лет на леднике был обнаружен фотоаппарат Джанет Джонсон, который давно стал зловещей легендой о Конкагуе. Из-за глобального потепления ледник стал таять, и когда-то запорошенная снегом и погребенная во льду камера просто вытаяла на солнце. Удивительно, но пленка сохранилась практически в идеальном состоянии. Более того, были даже отпечатаны фотографии, которые зафиксировали памятные моменты этого восхождения. Но не смогли пролить свет на тайну гибели Джонсон и Купера. Это фотография из найденного фотоаппарата. Последнее сделано днем, когда Купер уже отправился вниз к базовому лагерю, а Джанет Джонсон была в достаточном сознании, чтобы навести фокус и снять панораму горных вершин. Как бы то ни было, сегодня из участников экспедиции жив только бывший студент Шелтон. По его мнению, мысли об убийстве Джанет Джонсона и Джона Купера немыслимы. На его взгляд, эта трагедия – результат несчастного случая, а обстоятельства гибели того и другого, вероятно, навсегда останутся неведомы. В целом, можно сказать, что в организации восхождения присутствовала целая цепочка роковых ошибок. Во-первых, команда была плохо слаженной. Альпинисты не знали возможностей друг друга. Прежде у них не было совместных восхождений. Во-вторых, опытный горный гид, который должен был руководить восхождением, был обычным проводником, что в корне неверно. В-третьих, четверка, которая отправилась на вершину, выбрала неправильную тактику, двигалась слишком медленно, позволила слишком долго быть на высоте в разряженном воздухе, где быстро развивается горная болезнь с отеком легких и спутанностью сознания. Подобно тому, как это было с историей о трагедии Дятлова, вокруг смерти Джонсона и Купера возникло немало самых невероятных версий. И о сбежавших преступниках, и о любовных треугольниках, и о тайнике с деньгами, и о некоем мистическом духе, который царит на этой высоте и наказывает тех, кто неугоден. Предположение о том, что виновниками смерти стали выжившие, тоже невероятное. Они были так обессилены, что с трудом передвигались. А для нанесения смертельных ударов нужна недюжинная сила. Могут ли это быть случайные камни, которые попросту отрикошетили в голову? Но оба были найдены на пологом склоне. К тому же ударов было несколько. В общем, скорее всего, тайна их гибели так и навсегда и останется неразгаданной. И всегда найдутся люди, которых не удовлетворит самое простое объяснение. И будут возникать невероятные конспирологические версии.